Дружный коллектив В этом году трудится около 5000 человек. В целях повышения профессионального уровня, престижа рабочих специальностей, выявления и распространения передовых методов и приемов труда в обществе «Газпром Трансгаз Самара» ежегодно проводятся фестивали профессионального мастерства, название «Лучший по профессии». Само участие, общение с лучшими специалистами дает бесценный опыт, который позволяет каждому из участников работать лучше и качественно. Сегодня «Газпром» – одна из немногих современных корпораций, осознающая значимость рабочей профессии. Масштабность, зрелищность, высокий уровень организации и атмосфера праздника придают мероприятию особую значимость. На базе Тольяттинского линейно-производственного управления под торжественные звуки фанфар состоялось очередное открытие уже 12-го фестиваля. Мы стараемся внести каждый год, придумать новые задания, чтобы конкурс был еще интереснее, а победа доставалась все труднее и труднее. На финальный этап конкурса приехали победители первого этапа соревнований, проводимого в филиалах общества. После открытия участники разошлись по отведенным площадкам. Я выиграл отбор, который проходил у нас в ЛПУ. Ну и как самый лучший приехал сюда помериться с силами, с другими участниками из других ЛПУ. На автомобильной газонаполнительной компрессорной станции борьбу за звание лучшего по профессии вели машинисты компрессорных установок. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – одна из востребованных в профессии филиалах общества. На станции катодной защиты соревновались монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии. Суть их работы – в определении нарушения изоляции трубопровода. Сложное конкурсное задание было у электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Сама профессия требует от них постоянной собранности, точного знания и аппаратуры, и техники безопасности при работе с ней. В тиши лаборатории над пробирками и голубами колдовали лаборанты химического анализа. А еще кабельщик-спайщик и оператор газораспределительной станции, трубопроводчик-линейный, стропольщик, слесарь по ремонту технологических установок и водитель автомобиля – все показывали свое мастерство. Контроль за проведением конкурса и подведением его итогов осуществляла Центральная конкурсная комиссия в составе руководителей общества и начальников отдела администрации. Им предстояло максимально объективно оценить практическую и теоретическую подготовку каждого из конкурсантов. Задача у них трудная. Состав участников конкурса достаточно ровный и сильный. Надо быть объективным. Первый раз приехал, мне очень понравилось. Буду каждый год ездить. Интересно, много новых людей. Очень приятно было соревноваться с лучшими, с профессионалами, с мастерами своего дела. Самое главное – знание. То есть ты должен знать свое дело, должен совершенствоваться, постоянно изучать новые какие-то материалы, программы. Ну и тогда ты будешь побеждать. Проведение фестивалей давно стало доброй традицией. Подобные мероприятия позволяют повысить производительность труда, сплотить коллектив и укрепить корпоративный дух. Высокопрофессиональная компетенция – это тот краеугольный камень, на котором базируется стабильная, надежная и безаварийная работа предприятия «Газпром Трансгаз Самара». В обществе впервые прошел конкурс «Лучший молодой работник компании «Газпром Трансгаз Самара». За звание «Быть первым» боролось 18 финалистов. Состязания проходили в два этапа. Первый прошел во всех филиалах и в администрации общества. Представители от подразделений выбирали по специально разработанной бальной системе, в которой учитываются производственные показатели претендента, его научно-техническая работа, а также заслуги в спортивной жизни и культурно-массовой работе. Во время конкурса ребята показали свою эрудицию, посостязались в спорте и представили визитку о себе. «Лучший молодой работник должен прежде всего качественно выполнять свою основную работу. Это критерий, который и будет являться на данном конкурсе, по сути, основным». Сегодня молодежь имеет возможность развиваться в научном, творческом, спортивном направлениях, проявлять инициативу и активность в производственной и общественной жизни. «Она всегда разная. Сейчас она продвинута в каких-то вопросах, связанных в большей степени с IT, с новыми технологиями. Но всегда она активная, всегда заточенная на результат. И мы рассчитываем на молодежь, у нее все это получается». В этом году в оздоровительном комплексе «Березка» прошла уже 16-я научно-техническая конференция молодых работников и специалистов общества «Газпром Трансгаз Самара». В течение трех дней молодежь в предприятии общалась, делилась своими разработками, обсуждала их. «Хотелось почувствовать новое, показать себя, продемонстрировать себя с лучшей стороны. Ну и, наверное, занять первое место». Все доклады были поделены на две секции – «Транспорт газа» и «Управление предприятием». Оценить и дать обратную связь исследованиям молодых сотрудников приехало руководство общества, начальники отделов, сотрудники ведущих самарских вузов. «Я вообще не заметила, честно говоря, как время пролетело. Настолько были интересные доклады. То есть хочется отметить высокий не только профессиональный, но и научный уровень». «Конкурс, весь этот фестиваль практики и науки полезен, потому что это для молодых людей – это социальный лифт». Многие проекты действительно в дальнейшем серьезно улучшают работу предприятия. Об этом говорят и цифры. С каждым годом растет количество рационализаторских предложений. Так, в 2017 году было подано 547 рациональных предложений. Значительная ее часть – от молодых работников. Экономический эффект от их использования составил более 40 миллионов рублей. По итогам научно-технической конференции состоялось награждение победителей.